всем невероятно интересного дня мы в школе изучали такой предмет как история спустя годы путешествия по миру интересуясь искусством и архитектурой мы начали замечать что история которую мы знаем имеет достаточно много белых пятен а местами и вовсе можно говорить о фальсификации сегодня мы решили поговорить о тех фактах в истории на которой официальная наука дать ответа не может в наследство нам остались древние постройки некоторые сохранились очень хорошо другие же не очень при рассмотрении таких объектов следует обратить внимание на метод обработки и укладки камня представьте в наше современное время вырезать камень из скалы весом 500 тонн и более при этом выгравировать на них необходимые символы затем транспортировать его и поставить на место с подгонкой до миллиметра согласитесь задача не из легких даже сейчас а мы говорим о том времени когда кроме каменного молотка ничего не было в одном из наших видео мы рассказывали как могли быть построены пирамиды и в принципе все подобные объекты и кто мог помогать древним в этом строительстве ссылка как всегда в описании и подсказках ученые находят удивительные предметы и артефакты один из которых наделал достаточно много шума например египетский самолетик казалось бы просто маленькая игрушка но энтузиаст авиаконструктор решил создать увеличенную копию этого самолета удивлению для него самого самолет не просто полетел а еще и обладал всеми современными аэродинамическими свойствами и не испытывал каких-либо трудностей выполняя различные фигуры пилотажа еще пример это знаменитый хрустальный череп ученые решили создать копию этого артефакта используя все доступные современные технологии по завершению черепа сравнили оказалось что череп созданный в наши дни значительно уступал экземпляру из прошлого то есть и тут люди прошлого опередили нас конечно мы помним о теории пяти цивилизации для тех кто не знает коротко она гласит что последующие цивилизации обладают менее развитыми технологиями ну и как вы уже догадались мы пятая такая цивилизация теперь давайте вспомним историю когда в америку прибыли конкистадоры их столкновение с местными дикими племенами вызывает сомнение что народ обладающий письменностью имеющий государственную модель управления изучающий астрономию медицину и имеющий собственный язык можно назвать диким также есть информация о том что индейцы обладали из совершенно фантастическими технологиями это отчасти подтверждается сообщением испанского следопыта который выслеживал индейцев с его слов стало известно что индейцы собравшись у скалы стали произносить нечто похожее на молитву после чего просто прошлись сквозь скалу когда испанец кинулся за ними и подбежал к скале она уже была твердая конечно правдоподобность этой истории можно было бы отнестись абсолютно скептично нечто подобное произошло в мачу-пикчур никто не знает куда делись все его жители возможно они ушли в другое измерение дабы не делиться сакральными знаниями чужезенцами наверное все знают пирамиды это самое величественное строение древности интересный факт заключается в том что подобные сооружения находятся на всех континентах мира недавно ученые признали их наличие даже в антарктиде все они построены с использованием неизвестной технологии что может говорить о единой высокоразвитой цивилизации пример прост в нашем современном мире достаточно много космодромов все они технически будут отличаться но визуально они все схожи подход при раскопках а именно оценки датирования строения в котором было обнаружено изделие весьма странный если не сказать больше вы знали что найдя объект строение и оценив его приблизительный возраст этим же возрастом и будет датироваться и строение тут надо отметить что хронологические исследования возможно лучше проводить на предметах обихода хотя существует возможность проводить схожие исследования строения достаточно странно давать оценку тому или иному строению по останкам вас тарелок и прочих подобных предметов общий анализ обнаруженных в различных точках нашей планеты в том числе и на территории нашей страны древних артефактов абсолютно не вписывающихся в официальную версию истории позволяет сделать ряд некоторых выводов на самом деле наша подлинная история достаточно сильно отличается от той официальной версии которая преподается в школах и вузах фальсификация нашей истории это одни и результат ошибок и невежество а целенаправленная деятельность вполне определенных сил враждебных человечеств данные силы действуют в явном сговоре с так называемыми политическими финансовыми религиозными и научными элитами земли которые по своей сути являются врагами в данном ролике мы попытались приподнять лишь малую часть тех вопросов которые на самом деле есть в будущем мы предполагаем создание ролика о том почему наша история подвергалась корректировке кому это выгодно и кто за этим стоит подпишитесь чтобы не пропустить до новых невероятных встреч а